Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в прошлом году диспансеризацию прошли более 34 тысяч северян, рассказали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Ямала. Врачи не обнаружили нарушений в состоянии здоровья у 24%. Около 7 тысяч обследованных 20% имеют факторы риска развития заболеваний и относятся ко второй группе здоровья. Остальные 56% составляют третью группу здоровья, имеют хронические неинфекционные заболевания. Уже несколько лет в числе самых распространенных болезней эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет, на втором месте болезни сердечно-сосудистой системы, на третьем органов пищеварения. Врачи напоминают, что к развитию многих заболеваний ведут факторы риска, большинство из них – вредные привычки. Так, самым распространенным фактором риска стало нерациональное питание, отмечено у 23% жителей. Низкая физическая активность у 18%, признались, что курят 8%. Как результат, порядка 17% обследованных ямальцев имеют избыточную массу тела или ожирения. Высокий суммарный сердечно-сосудистый риск означает и вероятность развития инфаркта, инсульта, гипертонии, ишемической болезни сердца, имеют около 15% ямальцев, прошедших первый этап диспансеризации. Важно, что в ходе осмотров обнаружено более 500 случаев онкопатологии, около 30% новообразований злокачественные, а значит требуют немедленного вмешательства. Наибольший удельный вес приходится на опухоли молочной железы. Главный врач ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев сообщил, что пандемия повлияла и на работу профилактической медицины. Чтобы не допустить распространения инфекции, пришлось приостановить диспансеризацию в прошлом году почти на 8 месяцев. И сейчас, пока идет относительный спад заболеваемости COVID-19, он призывает всех пройти профилактическое обследование. Уже доказано, что такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертония, утяжеляют течение коронавирусной инфекции. Поэтому очень важно вовремя выявить факторы риска их развития, а если заболевания уже сформировались, назначить лечение и взять их под контроль.